У вас есть сейчас время немножко? Время есть. Я должен с самого начала вам сказать, что у нас все идет на запись. Вы не протестуете, что все это выставляется в интернете? Ну, как бы я немножко не ожидал с прошлого раза, что вы, конечно, выложите. Я видел, что у вас там написано, но немножко был так удивлен. Дело в том, что кто не согласен, я просто выключаю и больше мы не встречаемся. У нас были тут разговоры такие. Мы ничего не скрываем, у нас хорошая полезная беседа, люди на этом научаются. Вы не протестуете нисколько тем, что наши беседы выставляются, и конкретно это? Нет, Иван Тихонович, если мы с вами общаемся, мы заранее это обговорили, конечно, нет. То есть то, что предыдущая беседа выложили, ну, выложили, слава богу, я этого немножко не ожидал, но все равно, как бы, рад, даже для меня это полезно. Ну, да, но при входе на наш YouTube там написано, что все записывается, вы проверьте еще раз. Да-да, я помню, да-да. Так, слушаю вас. Слушаю, пожалуйста. Вы знаете, мы в прошлый раз с вами закончили на такой важной теме, как молитва, да, и вот вы как бы попрошаете Господа и получаете ответ. Я бы хотел у вас узнать о таком вопросе, вот как можно, допустим, если нет еще такого опыта, да, так скажем, чувств, познание воли Божьей через молитву, как, благодаря Священному Писанию и Новому Завету узнавать, ну, как бы, как поступить? По-любому делу, что касается молитвы, здесь только опыт. Вот, считайте, жития святых, и когда они что-то получали, вы видите, как они проводили все время в труде и молитве. Вот два пункта. Труд и молитва. Труд физический. Они работали, как Антоний Великий. Вот в чем-то опыта у человека нет, и он может уже делать. А дальше остальное, как вот держать ложку, ребенка учит, так и здесь в молитве. Для того, чтобы Господь услышал и дал ответ, нужно некоторые условия соблюдать. И при том не надо ничего доказывать, ты или принимаешь, или не принимаешь. Здесь начинается исследование самих себя. Написано, исследуйте самих себя, верили вы. Вам не нужно места Писания показывать? Вы верите в это? Конечно. Все места Святой Библии открываете, там написано, и когда принесешь к жертвеннику дар твой, положи его, если вспомнишь. То есть ты должен проверить себя и дать положительный ответ, что ты ни на кого не имеешь ничего. Ни на друзей, ни на мать, ни на родных, ни на жену, ни на детей. Ты совершенно свободен, со всеми примирился. И вот тогда ты можешь Богу принести эту жертву, жертву уст, сердца. И при том горячность. Если этого разгорячения нет, то есть уста говорят, а ты даже и не веришь, будет это. Тоже никакого ответа не будет. Написано, будьте непрестанны в молитве. Постоянны в молитве. Это одно и то же слово. Постоянно, значит, не искушайте Бога. Вот о чем вы начали просить? Выстучите. Ну, у еврейского народа было, если жена неплодная, нет детей, это было поношением. Как когда защила, мы считаем, Елисавета, и говорит, снял с меня поношение. Поношение. И вот нет детей у Исаака. Он помолился. Раз и два. Ответа нет. Молится неделю, месяц. Зачатия нет. Год, два, три, девятнадцать лет. И он девятнадцать лет молится, а ответа нет. И нигде он не возроптал. Немало не усомнился. И через двадцать лет, мы видим, защинает и сразу приносит двойню. Вот откуда пойдет израильский народ. А если бы совсем не было, ты в равной степени должен заранее уже благодарить, как получивший. Ты говоришь только об этом, а еще ничего нет. А ты благодари Господи. Я знал, как Господь говорит, что ты услышишь меня. Почему? Он обещал это. И поэтому в любой просьбе, какая бы она хорошая ни была, нам неизвестна концовка. Ее мы просто не знаем. И это по милосердию Божьему. Если бы мы знали, что с нами будет сегодня к вечеру, то, может быть, мы бы днем уже и не жили. Вот спрашивают людям, а вы хотели бы знать день своей кончины, вот как Вольф Мессинг. Он знал точно сейчас смерти своей жены. И как он показывает, переживал. Он только знал. А если не знал? Ну, не знал, он жил и надеялся, ходил в аптеку за лекарством, она заболела. Он все еще надеется, надеется, переболел в этой надежде. А он уже знает, у него календарь отрывается на этом счастливе. Он глядит на него со страшной тревогой, безумные глаза буквально. Не настаивать на своем. Да будет воля твоя на земле, как на небе. Вот это необходимое условие в молитве. Не настаивать на своем, не давить. А вот Бог, но я его повторяю, мне надо, он мой Бог. А если это было бы сразу, да Бог его знает, что бы было. Я бы этой легкостью, может быть, и пренебрег, а может быть, забыл об этом. Но когда мне так это далось, с таким трудом, я бы вымолил, буквально вымолил у Бога это. Как я теперь полученное целую, берегу и обнимаю. А узнать, допустим, я о чем-то молился, и как Бог услышал. Я повторяю, заранее благодари это твое услышание. Что ты расслышал голос Божий. Написано, за все благодарите. 1 Францисом 5.18. Постоянно. Ибо такова вас воля Божия. Ну, вот бывает издалека люди, и такая обыденная какая-то просьба. Вот дочь не в третий раз уже поступает, не может поступить. Другая говорит, у меня она разбилась во второй раз, и хорошего бы мужа ей. Другая говорит, переехать это. В первую очередь, надо ли это ей. Если она два раза неудачна была, значит, она жила в блуде при живом муже. Ей нужно что, узаконить блуд? Ближу, она больше мне не пишет. Все. Если болен, ну, болен единственный ребенок. Я уже не ставлю вопрос, почему он единственный. Остальных она, может, мать сама гробом сделала, чрево свое побила. И Бог знает, какой этот ребенок будет, он будет мститель за убиенных детей. И Бог его вовремя взял. И ты заранее, прикидывая это, уже благодаришь. Но вот иногда звонят издалека, вот помолитесь, вот мы думали выезжать из Америки. Ну, выезжать, не выезжать, там и за, и нет. Из Италии. И вот у меня это, как уже пример, молился долго, и ответ поступил сразу где-то. Только она позвонила через месяц, я говорю, ответа нет, а тут ответ пришел какой. Я ее называю местописание, которое у меня в сердце, мысль эта, ну, как говорится, сердце застучало. Я говорю, теперь выпиши его на бумагу и пойди к батюшке, у которого исповедуешься, и покажи ему это место. И теперь пусть он помолится и даст тебе ответ. Этот ответ прими как от Господа, я буду молиться, стучать Господу во врата небесной отчизны. Ну, да какой это ответ? Я по-другому не знаю, я не колдую, не так, что Библию откроешь, что откроется? На что она тебе откроется-то, когда половина жизни своей около телевизора компьютерными играми забавлялся? На Бога не надо давить ничем. Да, ходатай много, Павел говорит, добы по ходатайству многих. Бог слышит своих и тогда отвечает, по ходатайству многих. Поэтому какая-то у нас неприятность, мы родным, близким сообщаем и все молятся. Это навык. Но и ты написан, непрестанно молитесь, непрестанно. Вот Давид об этом говорит, 118 Псалом, 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя. У нас получается эта молитва, в нее входят три святое, сто поклонов, примерно 7 минут, может быть 10 минут. Семь раз, не меньше. Но я был на службе, это может быть, я так уже думал на молитве, примерно 3, если длинное с молебном было, 4 вот этих, остается 3 раза, ты еще должен встать на молитву. А не так, я вечером помолился и свободно, нет. Ты должен эти промежутки времени между утром и утром, был вечер, было утро и ночью встать на молитву, это тебе за счет было. Да как я узнаю? Помечай себе. Давид знал, ты не знаешь. Если памяти не хватает, записывай, пускай бумажка держит эту память. И ты увидишь, как совсем другой тон речи у тебя будет, по-другому будешь на все смотреть. Тебе до всего будет дело духовного. В твоей молитве будут произноситься имена, которые ты уже забыл. Вот я когда людям говорю, о людях, о ком я постоянно молюсь, каждый день и несколько раз. О Горбачеве. Не, а Путин это само собой, за старей начальствующих там с Медведевым. Но Горбачев, я за него молюсь. А вот отошел такой, за упокой не молюсь. Но если он, здесь Барак Обама, я за него молюсь каждый день. За обеих папа Франциска и Венедикта. Ну не говоря уже про патриархи Кирилла, это само собой понятно. Вот, да епископа местного, тут уж еще ближе это мне сердце. Мы встречались неоднократно, я прям, Господи, сохрани его, у него много неприятностей разных, так трудно. И опыт это у него дни такой, поддержи его. Я каждый день молюсь, Господи, дай духовное рождение свыше патриарху, епископам, священникам и пастве, чтобы ни один не остался мертвецом. У мертвого ничего не принимается, надо бы народиться свыше. А теперь дальше путеводи их Духом Твоим Святым. Все в этом, все, больше просить у меня нечего. Иннок Тихонович, скажите, пожалуйста, вот в Деянии апостолов первая глава избирается на место Иуды апостол Матфей. По жеребию. Это первая глава, 26 стих, бросили в них жребие и выплат жребий Матфея. Вот как вы пользуетесь жребием вообще и был ли у вас опыт? Да, конечно. Я объясняю. Вот как избирали патриарха Тихона Белавина. Избрали трех. Самое большое число голосов набрал Антоний Харповицкий, митрополит. А Тихон Белавин меньше всех. И тогда они заложили в сосуд, трясли его, призвали с хиархимандрита там слепого. Он руку засунул, а три достал и прочитал протодиакон Тихон. Вот это выбор. Почему патриарх Кирилл на это не пошел? Или заранее там ЦК партию утвердили? Ну, я просто про это не очень хочу узнавать. Я хотел бы узнать о вашем опыте, именно как вы пользуетесь. Я этим не пользуюсь. Это избрание на апостолов. Нам нигде не повеленно так пользоваться. Нет. Я говорю о том, что это был на апостолов, потому что две кандидатуры. Если одна, то какой выбор-то? А две? А если в книге Ионе, то там тоже бросают жребия, чтобы найти человека? Так, где? Повторите. Книга Ионы. Книга пророка Ионы. Ну, они бросали жребия язычники. Нам-то зачем это брать? Это язычники были, которые живого Бога не знали. У них все на этом. Нам это нигде не повеленно. Да, у Иона бросали, но это язычники, мы так и говорим. А вот в Израиле еще, так скажем, был такой жребий на Урим и Турим. Это же тоже жребий? Понимаете, слово жребий, и Серахов говорит, и решает дело жребий. Я говорю, я не пользуюсь, я не против, но я никогда не пользовался. Потому что у меня на сердце этого нет. Я не пророк, я не прозрительный, не ясновидящий, у меня ничего этого нет. У меня есть только одно желание работать, чтобы каждый день был в поте. И молиться, не меньше, не кратно в день и ночью. Вот это я понял, больше у меня ничего нет. У меня никаких других талантов, особых нет. Ни образования духовного, ничего нет. Я услышал голос Божий. Как? Через слово Божие. Ну, скажите, вот если кандидатура на апостолов выходит через жребий, то получается, что человек, который на миссию идет, он тоже через жребий должен выбираться? Ты должен идти, никакого жребия нет, это для всех. Вот мне где говорили вот это, я говорю, зачем? А вы благословлялись, то есть священник, мне не надо даже благословляться у него, я благословен Богом. Я благословляюсь только на то, иду на пропасть, чтобы неповрежденный вернуться домой. А это выходит священник, а я не благословляю, так я что должен тогда сказать? Ты антихрист? Зачем я буду нарываться на это? Господь благословил и послал по всему миру, идите проповедуйте. Здесь не надо никакого благословения, хотя просто, как к батюшке, я обязательно подойду и благословлюсь. Мы поехали, обязательно епископ нас благословил, осветили машину. Но я говорю, это благословение на путь, а не на благовестие. На благовестие я благословлен Богом. Игнат Тихонович, а давайте, может быть, поподробнее об этом поговорим. Вот вы сейчас из Евангелия от Матвея дали ссылочку. Может быть, вы как можно больше мне дадите ссылок, где идет речь о посольстве на миссию? Так это вся Библия этим наполнена. Как про это говорить? Для меня, например, один из центральных стихов, Деяния апостолов, 8 глава, 4 стих. Ага. Адаль. Это толкование Иоанна Златоуста. Самые сильные апостолы остались в Иерусалиме. А рассеявшиеся, то есть миряне, жены и дети, говорят, рассеявшиеся ходили, не прятались. Ходили и благовестовали. Мне этого достаточно. Вполне. Ну а дальше и так понятно. До края вселенной они дошли. Любое послание Павла говорит об этом. Какое бы ни взял. Вера, о вере вашей мы, о хаэтом пронеслась до края вселенной, он везде подчеркивает Павел об этом. И когда мы читаем откровение Иоанна Богослова, и там написано и голос его, как шум ввод многих. Ну и люди шумят много. Шумят, народы волнуются, майданы, разные революции. Шум ввод многих означает евангельская проповедь всех. Вот толкование, которое дает Кесарий Андрей Каппадокийский Андрей, архиепископ. Скажите, пожалуйста, Владимир Тихонович, а вот в Удеянии апостолов, вот апостолы, когда вышли на проповедь, они прежде всего шли в синагоги и проповедовали тем людям, которые уже знали о Боге, тем же иудеям, да? Нет, 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 нет. Это в первое только время. Самое первое время. И как Павел говорит, когда он стоял на этой, на Антонио лестнице, и как вы не принимаете, Бог сказал мне, иди до конца вселенной посылайте. И они закричали, не должно жить ему. Господь и говорил, не успеете обойти городов этих самарийских. Да, это вначале. Почему? Такой Божий план был. Я посыл погибшим овцам Израиля, погибшим. Они слышали, не приняли. Поэтому я чист от крови и пошел к остальным. Владимир Тихонович, скажите, пожалуйста, так может быть нам так же поступать? Ну, имеется в виду, что в первую очередь идти к тем людям, которые уже знают, ну, там, допустим, Слово Божие, например, или, ну, хоть какое-то представление имеют там о Боге вообще, в принципе, что Он есть. Игорь, не приходится сегодня сравнивать себя в какой-то мере православным. Вот если это бы касалось мусульман, тут можно подать, потому что все до одного исполняют намаз. А здесь под именем православия чего только нету, которые, ну, раз в год или вообще раз в жизнь свою придут. Какие православные-то? Ну, вот один из примеров. Где-то Дубаи, там очень богатые живут, и огромная мечеть. И вот там были православные, я не знаю, теперь уже батюшки или кто они. И зашли они, посмотрели, им разрешили. Вы слышите, нет меня? Да, 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 я вас слышу. Ну, и такой, большая мечеть говорит, а что, у вас моления-то не бывает тут среди недели? Так как не бывает? Говорит, у нас намаз пять раз приходят люди, кто может. А откуда? Да мы всех не знаем. Но если хотите, вот через 45 минут у нас намаз начинается, мол, а мой зин будет кричать. Представь там, я сейчас могу ошибиться, но речь числа о не менее 5000 человек. Это полностью заполнено было. Откуда взялись? Потому что постоянно. Посмотрите, в Москве, когда выходят, они там свой курбан-байрам совершают, все улицы перепружены. Ну, где-то, как отец Дмитрий Смирнов говорит, видели, чтобы сто-то мужиков собрались вместе. Вот нет этого, одни говорят, бабы, бабы. Даже не сестры никто, а бабы. Это он говорит, он, он говорит, Дмитрий Смирнов. У нас все бабы. Вот, и теперь, чтобы эти люди собрались, нужно, чтобы они были едины в этом. Вот у мусульманства самое главное, это намаз. Не головы резать, а пятикратно совершать намаз, молитву. Вот. Это салат называют в общем названии. И вот этого как раз не хватает. И поэтому у нас не приходится говорить, что сначала к своим, которые знают. Народ ничего не знает. Я 53 года работаю не просто, а как статист. Вот у нас, ну, если хотите, я вам просто отошлю на свой сайт или где. Я преподавал 17 лет в одном только университете технически, там 21 тысяча студентов. И вот одна цепенникова Евгения Павловна, она кандидат наук, я не знаю, что она в социологии преподавала. Она 5 лет избрала 100 групп. 3000 студентов. И она их там где-то по 20 или 18 параметрам. Как верят, когда были в храме, какие молитвы, знаете, что такое целомудрие, что такое, все такие вопросы-то. И оказалось, крещеных из этих 3000 человек 99%. Что-то знают и ходят 0,3%. Это уже абсолютно точно. На 300 крещеных только один что-то знает. Ну, еще это. Какой народ-то? Иоанн Кронштадтский думал идти к китайцам. А потом ему Бог положил на сердце, ты сходи на окраины, в Санкт-Петербург. Это он пошел туда, там хуже китайцев. И он решил никуда не ехать. И всю жизнь посвятил этому городу. Вот и все. Мы-то проехали почему? Потому что у меня дар большой. Я ехал с книгами, главное это были библиотеки. А потом, где удавалось собрать людей и говорить. Ну, где знали Москва, там Белесе, Лиссабон, где там я в храмах проповедовал. Наша задача дать дары книге. А сейчас в библиотеке у нас другой совсем подход. Я понимаю, я правильно понимаю такую мысль о том, что прежде чем идти на миссию куда-то, нам нужно свой народ как-то обучить. Да, в первую очередь. Вот мы прежде чем начать далеко ездить, мы своим делом занялись. Рядом которые деревушки нашего района. И в каждой библиотеке я оставляю 38 книг своих. Раздаем Евангелие, идем по домам. Мы раздали 30 тысяч Евангелий. А от нас-то всего ничего тут там крохотное. Какая она там, в общем, малюсенькая какая. Потом мы начали по районам, это где-то 60, кажется, 104 района, могу и ошибиться сейчас, они меняют количество свое, Болтайскому краю, по районам. Потом взяли мы Новосибирск в центральной библиотеке, потом по всем районам мы везде встречались. И везде идем и раздаем. Скажите, а есть какая-то статистика, получается, так скажем, все эти крупно, есть ли какой-то выхлоп из этого? Нет, это все ненадежно. Сегодня враг, завтра теряется. То есть, соответственно, в этом получается не совсем целесообразно, может надо как-то изменить? Ну, как сказать, сеющий и поливающий нечто, для меня это не последнее слово, все Бог возвращающий. Я сделал все возможно. Вот 20 глава Матфея, прямо он посылает их, идите на брачный пир зовите. Кто-то не пошел, кто-то головы разбил, на них вины никакой нет. Я вон в том пошел и сжег этот город. А идите на распутье везде, мы расслышали этот голос, идем и говорим. Нам не поставлена задача собирать, обращать, а свидетельствовать. Вас поведут перед царями для свидетельства. Все. Это очень важные слова. А еще хотелось спросить, может ли это происходить от того, что вот, как в Евангелии от Марка, 6 глава, 4 стих, когда Христос пришел в свое отечество. Погромче еще. Да, это Евангелие от Марка, 6 глава, 4 стих, когда Иисус пришел в свое отечество, да его не приняли, и он сказал, не бывает порока без чести, разве только в отечестве своем и у сводников доме своем. Может быть, слышите меня, нет? Вопрос-то я слышу, а в чем вопрос? А вопрос, может быть, это именно от этого, что вот наши... Это настолько ясно, что и говорить не надо, так и было. Мы когда начинали строить деревню, стали приезжать родные, не кто-то, а братья и сестры. У нас была твердая, у нас большая очень семья, и думали, вот это первые помощники, они станут первые враги. Это всегда так было. Я где вот был, среди немцев, там, среди англичан, с кем только не встречался, не расскажешь, как будто мы жили рядом, друг друга каждый день целовали. А у себя чужой. То есть можно сказать однозначно, что в деле благовестия сродники и близкие, они не помогают, но только наоборот. Соответственно, мешают. Тоже нельзя сказать определенно. Одни помогают, а другие против. Они пополам буквально разделяются. Никак нельзя сказать однозначно о всех. Но именно так. Вот мы говорим когда о том, что самое главное препятствие в нашей проповеди, это священники Московской Патриархии. И опять же, должна делать оговорку. Не все. Не все. Даже далеко не все, которых мы знаем, но лучшего привета не сделаешь. Потому что как сейчас архиерей тут дал указание, или не знаю, там сказал, и наши ездили на благовестие. Посмотрите ролики в районный центр. И там такой прием оказывает нас. Он благочинный, отец Олег. И там везде все готово, и наши только проповедуйте. То есть есть такие, но в большинстве абсолютно неоправданно, необъяснимо лютая ненависть. Ну это, ладно, я не хочу говорить о ненависти, потому что не хочется найти какой-то позитивный момент, да, все-таки вдохновение на миссию. Чтобы люди вдохновлялись, слышали слова и читали слово Божие все-таки. Ну я вам сказал на вопрос, что это родственники, это не только те, которые от отца с матерью, но родственные по духу, православные. Ага, по духу, все, я вас понял. Православные. Им ли воевать друг против друга-то, когда врагов нет, надо наоборот объединяться, едиными усилиями трудиться. То есть сектанты все заволокли уже. Это правда. Скажите, Игнат Тихонович, вот допустим, человек, который выходит на благовестие, он не попадает ли под слова апостола Иакова, вот вторая глава, вернее третья глава, где он говорит, братья мои, немногие делайте с учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Не попадает, потому что мы не учителя. Это относится к сектантам. Мы не учителя. Я передаю готовое, что сказал Василий Великий, Григорий Богослов, Ефрем Сирин. Мне надо было сидеть, конспектировать и просить у Бога памяти, чтобы запомнить. Я могу цитировать и говорить, вот это сказал Киприян, вот это Блаженный Августин. Я не учитель. Учитель, я ссылаюсь на него. Антоний, Макарий. Мы подошли к очень хорошему вопросу. Смотрите, Георгий Тихонович, вот эти люди, которые Вы только что говорите, святые люди, они авторитеты уже для тех, ну скажем, православных людей, которые знают Библию и, так скажем, ну как-то знакомы с преданием церкви. А как, например, людям, которые не в курсе этого, как их подвести к этому? Очень просто. Я беру, вот меня когда спрашивают, те, которые уже имеют опыт, ну а как по-вашему, вот новые люди, им что, нужно сначала как-то что-то рассказать, а потом в конце уже рассказать Евангелие. У меня другой подход. Чисто с первой минуты я открываю Святую Библию и считаю. Хоть в камере, хоть в лагере, в больнице или где бы я ни находился, у меня ведь здесь с собой священное писание. Ну только уж когда ограбят. И то, какое-то повеление было дано кем-то, я не знаю, что у меня с собой был Новый Завет. Всегда. В камерах везде по тюрьмам. Хотя другие мы, а Библия полностью была даже в лагере. И вот я должен сказать, что вот этот учитель, учитель апостол Павел, говорю таким людям, я называю, вот избирает себе учителей, не те, которые льстят слуху. Смотри, какие строгие слова говорит Петр. Посчитай, как он обречает людей. Иаков, это наши учителя. Учителя. И я на них ссылаюсь. А когда уже толкование трудное, вот я, допустим, среди протестантов разных, сектантов, я им говорю, вот у вас как толкуется это так-то. А у церкви, говорю, вот так-то толковал Василий Великий. И называю. Раз, другой они там уже сами, вскоре спрашивают, ну а как у вас там это сказано. А я говорю, да называю. Они к этим именам привыкают. Привыкают, а потом спрашивают, а целиком книгу можно достать? Можно. Они выписывают у меня книги. Проходит полтора года, он пишет. Я, говорит, был пресс-виттером 10 лет, сейчас, говорит, православный стал. Сейчас, говорит, в семинарию учусь уже. Но начало положили, вот вы мне. Он священником стал. Называет меня духовным отцом-учителем. Духовно я могу сказать, что я ему дал направление. Моего ничего нигде нет, никакого учения, совершенно. Это только желающие оклеветать, они говорят. Как на Христа же говорили, силой князя Бесовского. То есть, получается, что вы как бы не доказываете авторитетов. Просто вы их даете, и даете, а они потом просто слушают и сами, как говорится, приходят к этому. Но книги, тем более, продаются. Я говорю, что церковные лапки вы можете достать сегодня отдельно тома Иоанна Златоуста. Я говорю, в каком томе толкуется как. Нам православным, если уж на то пошло, это в грубой форме выскажу. Думать не надо, изобретать. Надо запоминать. И это хватит на сегодняшний день. Ну, а ты увидел, что сходится с обстановкой. Ну, и покажи. Ну, ты видишь, о чем Златоуст говорит. Он ведь правда же исполняется. То есть, Слово Божие живо и действенное. Мы имеем громадное, неоценимое сокровище. Сундук закованное, его надо распечатать. Это творение святых отцов. Соборное постановление, книга правил. Житие святых. Нам не надо искать на стороне где-то, когда у нас все есть. Я с вами согласен в этом вопросе абсолютно. Просто вы говорите, у меня аж песня на душе, потому что это основа, которую нужно положить. И вот как раз по поводу цитатического наследия я хотел бы вас уточнить. А вы знакомы с ранними отцами, как Игнатий Богоносец, пастырь Ермы? Я насчитывал пастыря Ерму, пастырь он называется, вот, и там шесть посланий Игнатия Богоносца, там, трагилийцам, они у меня насчитаны на пленке. И я их распространял, я не знаю, может быть, сотнями или тысячами экземпляров по всей стране. Я их насчитал, пять томов добротолюбия насчитал, двенадцать томов златоуса, двенадцать томов жития святых, книгу правил. Это у меня все на моем сайте, вот, заведите, сайт Игнатий Лапин. Это в аудио, там все в аудио. Пойду, говоря о святых отцах, я их, знаете, понаслышке, я их не читал, а насчитывал, а до этого конспектировал. Поэтому, ну, Бог дал мне память, и я, конечно, не ропщу на Бога. И когда беседуешь с сектантами, достаточно из Симеона, Нового Богослова, там, даже из Исаака Сирина, привести, чтобы как бы это припечатать. Они сразу переглядываются, вы слышали как? А мы думали православие, мертвая религия. То есть мы должны им показать наши сокровища, а для этого сами должны быть такими и жить, соответственно, тому, что говорим. Абсолютно верно, да, я с этим согласен. А то, пожалуйста. Иоанн Затаус говорит, говоришь против вина, против пьянства, а тебя, говорит, пьяного ведут с вечеринки домой, а люди видят. И никому, ты говоришь, со священником. Вот и все. Понятно, да. Скажите, Игнат Тихонович, то есть получается, что показываем сокровища церкви, цитотическое наследие, да, священное писание. А как вы о церкви сами говорите? О церкви говорим, что без церкви не спастись. Это у меня центральный момент для всех, кто не в церкви. Церковь только там, где есть апостольское рукоположение непрерывно по херотонии от апостолов. Я очень положительно отзываюсь о протестантах, сколько у них хорошего, но они прям расположены. В конце я добавляю, все-таки вы не церковь. Это для них как холодный душ. Ну как так, ну вы же признаете и через нас. Примите священство, а с ним вместе вы примите и другое, и толкование, и все остальное. Церковь это только там, где есть священство. Без священства нет церкви. Это Иларион Троицкий говорит, он секретарем был у патриарха Тихона. Вне церкви нет спасения. Это у меня центральный момент в беседе со всеми родами сектантов. Всегда. Я не просто говорю, я скорблю и плачу, видя какие они хорошие, и мне церкви. Я переживаю, я болею буквально. Ну и обращаются, конечно, люди, делаются православные. Их очень ототрогают. Игнат Тихонович, а вы на священном писании, когда основываетесь, про церковь говорите, вы какие ссылки показываете обычно? Ну, допустим, Деяние 1423. Я это часто им пользуюсь. Деяние. Апостол. Деяние. Да. Апостол Павел говорит, без всякого прикословия к евреям меньше благословляется больше. Всем-всем. К евреям послание. Это очень сильное место. Как у вас кто может благословлять, когда нет у высшего? Сам себя как он может рукополагать, как Джон Смит? Это главные такие места. Ну, а дальше и к Титу, где там 1-5, где он говорит, надо посмотреть еще. Вот. Оставил для того, чтобы ты завершил недоконченно, рукоположил ты святерок. То есть, вот эти места у меня о священстве, эта тема, если вы зайдете на сайт, и там есть к истинному православию книга раскрытая, и там о священстве. И там вы найдете все из Библии, из всех святых отцов, из канонов церкви. Ну, и, конечно, о церкви очень много сказано. Ну, церковь этого без священства нет. Это у Иоанна Златоуста 1-й том, 6 слов о священстве. У Иоанна Златоуста 1-й том, его творение. 6 слов о священстве. Я буквально недавно как раз прочитал первые два. Ну, а я насчитывал. Раз я насчитывал, значит, мне знакомо это. Насчитывал с выражением, как мог. Ну, и принимали монастыри, тут ехали отовсюду, люди брали. Я, конечно, в этом находил большое утешение, что эти отцы святые стали быть известны. Вот у нас митрополит был Гедеон Докукин, потом он в Ставрополии был, там и умер. И он вот пленки-то имеет, но они как-то сумели их перевести. Ну, там это не трудно было перевести на эти кассетные. А у меня были катушки, 375 метров, 8 часов 5 минут. И он говорит, вот за этот пост, ну, я, говорит, выхожу, он такой грозный был. Я, говорит, 3, что ли, Тома прослушал полностью. Уж он там благодарил, не знаю, как я, говорит, за жизнь только не прочитал. Я, говорит, хожу, отдыхаю, мне для здоровья надо. И я ни пустых разговоров не слышу-то. Ну, вот тогда не было возможности печатать. А это можно было купить магнитофоны и пленки доставать и прочее. Меня просто на это Бог благословил. А как вы считаете, сейчас это актуально, допустим, начитывать какие-то произведения, ну, тоже на пленку? Ну, то есть записывать. Правда, я не могу сказать. Если бы кто-то нашелся до сегодня неперечитанное златоуст у меня, почему? Потому что пленки 30 лет хранились под землей, да везде. Они должны два раза в год перематываться, напряжение снимать, статическое электричество. Ну, и ясно дело, а я не гоже, у меня четыре причины, которые не разрешают. Диктор должен слышать хорошо, я плохо слышу, слабослышащие. Диктор должен иметь хороший бронхи голос. Меня в тюрьме держали в морозилке, у меня легкие полетели. У диктора должны быть хорошие глаза. Я полуслепой. Я вот когда начинаю рассказывать, ну, поищите, кто бы это переделал, работу-то. Молодые, здоровые, возьмись вот ты конкретно, Игорь. Я бы с удовольствием, я бы с удовольствием начитал бы Святых Отцов. У меня есть такая мысль, я ее как бы, ну, сейчас обдумываю и как бы хочу как-то террализовать, потому что хочется, чтобы многие вещи были записаны в современных условиях, когда, допустим, ну, не придешь же в тюрьму, скажем, да, там не всегда пускают, а людям кассету послать можно, они послушивают там, вот. Есть мысль такая, вот я думаю об этом. Я об этом сказал там, прямо на сайте, что пленки подпорчены, потом оцифровывали мы, но все равно все понятно. Ну, они же не такие были. Когда я вернулся из заключения, ну, пленки-то все попорчены, тем более они там побывали, они концы отрезали. Я заново уже на компьютер насчитал Библию, полностью православную, 77 книг, и архипелаг ГУЛАГ в полном варианте ИМКО-пресс, полученный из Парижа. И теперь это в интернете все стоит. Куда они сидят? Игнатий Лапкин Библия, зарядите только, вы сразу попадете. Конечно, сегодня считают артисты, там, музыки напускают где-то, у меня этого ничего нету. Но один сказал, вот он считает, я, говорит, больше это воспринимаю, чем там. Это не мои отзывы. Почему? Ну, потому что человек, говорит, считает с верой, с верой. Да, я верю. А один там архипелаг ГУЛАГ слушал, говорит, вот это считает, это зэк настоящий на меня. Зэк. А другой говорит, его расстрелять мало за такое чтение. А другой, да через него только узнал архипелаг. То есть, отзывы, ну, баскаляку-нагеляку, да и все. Понятно. Игнатий Тихнич, а вы слышали, вот, что сейчас такой вот есть гоблин, он начинает критические статьи, ну, как бы, такие критические видео по поводу архипелага ГУЛАГа. Что? Да, у тебя. Нет, ну, имеется в виду, что он критические статьи в том, что Солженицын привирает, что он преувеличивает количество там... У меня в книгах, Игорь, все это написано. Все это я уже опубликовал в книгах. Все это люди, которые Бога не боятся. Солженицын – это герой нашего времени. И не только архипелаг, сама его биография непревзойденная и неповторимая. Никому ее не повторить. Ну, напишите по порядку, что был офицер, его посадили в ГУЛАГ. Дальше он сидит, выходит живой, смертельно болен раком, выздоравливает, делается лауреатом, нобелевской премии. Его высылают, потом он возвращается и дальше все остальное. Ну, это нельзя повторить. И пренебрегать Солженицын, врать на него, а у него там дедов, там разные эти... Да он не где эти... Он открыто все говорит. Я считал, почти все, может быть, случайно, которые на него клевещут. Эти люди Бога не боятся. Солженицын – герой. Как сейчас на Данила Сысоева плетут, что попало. Для меня он святой мученик. В тот же день. Мне сразу оттуда позвонили из Фомы. Как Александра меня не убили, они сразу мне телеграмму дали. Мы знакомы были с ним. Вот так. Не надо так. Сам ты не можешь, дай другому. А на мертвого, который не может ни одного слова защиту сказать, я считаю, это позор просто. Конечно, конечно. Вот так. Да, нельзя так. К тому же эти люди, видно, плод. Благодаря отцу Данила очень много людей заинтересовались и Словом Божиим. И вообще начали все больше и больше увлекаться. Вы сейчас говорите что-нибудь? Я тут закрою шторки, маленький свет зажгу вам. Говорите пока. Я слышу. Говорите. Вы знаете, Игнат Тихнич, я вот хотел бы с вами немножко поговорить про такую вот вещь. Первая книга царств. Да. Вы слышите меня? Я слышу. Погром, что голос повысите маленько, а то я плохо. А первая книга царств, там вот само вступление, и не знаю, может быть вы лучше знаете. Просто вот отец Алексея говорил, что если вначале не указывается имя персонажа, о котором идет речь, то Господь к нему как бы немножко негативно относится. То есть как бы не одобряет его потомую жизнь. Богу свои мысли вкладывать, никогда на это не шел. Тем более книга царств, которая как хронология, она признается и у евреев, никогда она не была никакой не канонической другой. Зачем? Вот начинает говорить, я к примеру просто сказать. И сказал Самуил. Самуила, когда он вызвал дух его, Саул, через заандорскую волшебницу, как адвентисты толкуют, да разве может ведьма, чтобы вызывала, тебе не надо толковать. Там написано, что он говорил, правильно или неправильно, это вопрос другой, но что он сказал, да в двоеточие, это слова автора. И сказал Самуил, вот это сказал не Самуил, а сказал автор, дух святой. А дальше Самуил сказал, прямая речь, сказал Самуил, тут уже вопрос снятый. Тебе не надо рассуждать, сказал Самуил, дальше сказал Саул, сказала андорская волшебница. Что она сказала, соответствует ли нету действительности, это еще вопрос. А что именно она сказала или он, это слова автора. А слова автора все писание богодухновенное, вот и весь ответ. Есть, например, послание Павла к евреям, неподписанное авторство. И Златоус объясняет, потому что они ненавидели, как вот у меня, допустим, моя книга, в глаза не видали, меня не знают, но если мою фамилию услышали во Владивостоке или в Краснодаре или где-то в республике, они намертво отрицают. Вот они в такой злобе подстирают руки у алтаря. Их спрашивают, ну хоть раз знаете, что книгу держали, его лапки на руках нет, а что о нем знаете, ничего не знаю. Ну объясните, в чем вызвана эта ненависть. Притом одинаково. Люди, которые друг с другом не договаривались, не встречались, одинаково, будь то коммунисты, они меня сажали за это, будь то это баптисты, будь это православные, разницы никакой нету. Одинаковые все слова те же говорят. Кто-то научает, а я знаю, это один учитель. А как это на вас действует? Благодарение Богу. Велика ваша награда на небесах, когда имя ваше пронесут как неугодное. Вот еще такой вопрос у меня относится, знаете, вот мама Самсона, ну судьи Самсона, не указано ее имя. И вот у меня возникает вопрос, почему Господь укрывает ее имя, но при этом называет отца, да, Мануэ? Ну, Мануэ, Мануэ назвали нам достаточно это. Дальше вопрос это к кому? Иоанн Златоуст хорошо ответил, чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Эту фразу запишите, вмонтируйте, в Библии, говорит, святой нет этого, не рассуждаем. Мне это Бог дал понять, и я попятился перед своими вопросами. У меня вопросов было больше, чем у вас. Я на самом маленьком зацикливался, я занимался всю жизнь самостоятельно, из-за того, что плохо слышал. И поэтому Господь развил и память, и все. Но Бог с первого дня мне сказал, этого нету, не рассуждаю. Почему? Иоанн Златоуст вошел в комнату ко мне, и я сел у его ног. Вот Илья взят на небо, а чем он питается, пророк Илья? А где он там живет? Златоуст говорит, взят знаем, а где не знаем. Зачем вопрос задаете-то? Это не надо. В вечности будут дано, говорит, дерево, листья для исцеления. Листья – это тончайшее разумение, тайн, которые там откроются. Вот и весь ответ. Это 21 глава Откровения, да? Да, именно так. Там в вечности это все откроется. Для исцеления, говорит, какое исцеление? Там уже больных нет. Разумение, недоумение. Человек исцелится от этого. У меня есть вопросы, конечно, но я их даже не произношу вслух. Скажите, Гнат Тихонович, а какого у вас отношения к книге Откровения? Потому что тот же Антон Златоуст ее как-то не признавал, в общем-то. И никаких комментариев… На Ладикийском соборе ее только включили в канон. Ну вот поэтому она такая, как бы, она выделяется особняком. Выделяется, но церковь признала, и вопрос снятый. Церковь признала, и признала Андрея Кесаренко, подокийского архиепископа, как главный толкователь, там есть семитолковый даже толковник, откровение его. Ну, мы понимаем так, Епифания, Кирский так-то понимал, и Перемсерин так-то, Кирилл Истеринский, семь даже. И все они идут, иногда все вместе, иногда едино-души. Азжимню, то есть, а я думаю так, это уже Андрей думал. А я азжимню. Ну вот, смотри, на сегодня вот у меня трехтомник вышел, и отец Геннадий Фасад, теперь магица богословия, Московской Патриархии, вот, он обработал всех святых отцов до единого, какие были с первого дня, с первого дня, по откровению. И все это выложил. Вот это толкование, самое полное, какое сегодня существует. Он выпустил книгу, где-то 880, наверное, страниц, толкование на книгу «Песни песней». Все святые отцы, у которых было что-то сказано, часть потери, он так и показывает, и график составил, какого ситуация, какой стих истолкован. Там из рук я не выпустишь. Я считаю, книга столетия. Ну, он бывший преподаватель Томского университета, он просто мыслящий. Ну, у него на откровение вот это вот я тоже читал, там тоже собрано, конечно, со свиньей. Но, при том, он разбирает попутно, где там нужно, все самые модные сегодня лжетолкования сектантов. Это все в этом. Это 440 страниц примерно, как вот у меня они занимают, в третьем томе. Спасибо на аптекцию, что мерка сходят. Да, до свидания. На славу Богу, до свидания. До свидания.